Сегодня темой нашего обсуждения станет сказочное место Новосибирска, Новосибирская область, в общем это Академгородок. И причем не в обычном формате. Сегодня мы будем обсуждать постановку Академгородок, Силиконовый лес. И у нас в гостях Мария Питкова, хореограф, танцовщица, танцовщица, правильно? Танцовщица, да. Танцовщица, да. И Макс Шумахер, режиссер мультимедиа театра, посттеатр. Здравствуйте. 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 Почему Академгородок? Постановка, танцы, мультимедиа. Почему? Идея возникла на самом деле достаточно паразаично. Я поскольку сама из Академгородка, и я большой патриот этого места. То есть, когда я жила в Академгородке, мне казалось, что такая красота, лес, море, ученые, атмосфера, что это все нормально. А когда я начала ездить по миру, то оказалось, что на самом деле у нас место совершенно чудесное, совершенно уникальное. И таких мест очень мало. Соответственно, я всем, с кем работаю, встречаюсь, я с гордостью рассказываю, что вот я оттуда, у нас так классно, у нас так здорово, потрясающее место. И это не наш первый проект с Максом, мы в нескольких проектах уже работали вместе. И я ему в какие-то моменты, когда мы там где-то сидели в каком-нибудь отеле после очередного мастер-класса, я ему рассказала о том, откуда я и как у нас здорово. А поскольку Макс, он довольно нетипичный драматический режиссер, да, то есть он интересуется очень темой инноваций, техническими различными темами. Вот сейчас у него будет, например, проект про Байконур, там, до этого он делал проект про Стива Джобса, про Роберта Боша, то есть вот эти темы, они... Это танцевальные проекты? Театральные. Театральные проекты? Театральные мультимедийные проекты про, да, на тему инноваций, техники, великих ученых. Надо понять, Стив Джобс, вот Байконур и все это театр, танец и мультимедиа, а вообще вот чем занимается вот посттеатр, какой формат работы у него, что он использует? На самом деле проекты очень разные, общей чертой является широкое и очень интересное использование мультимедийных технологий. То есть там проекции всевозможных видов на любые предметы, начиная там с какого-то интересной съемки снизу подбородка, потому что это выглядит как рыба, и они выбрали здесь глаз и ротик, и говорили вот так вот, и получалось, как говорящая рыба, и снимали это вживую и показывали на экране, да, до проекции на какое-то полотно для пожарников, куда ловят людей, они таскают его, проекции на прозрачные материалы, на какие-то кубы и так далее. То есть вот любая тема, она раскрывается в принципе с использованием мультимедиа, в частности видеопроекции, вот, это является общей чертой. А спектр тем, он достаточно широкий, я думаю, что вот то, что интересует Макса. Вот все равно сложно, Байконур, Академгородок, кстати, а почему Академгородок, Силиконовый лес? Ну, это очень интересно, потому что мы в свое время начали, когда готовить тему, мы начали копать, какие статьи на эту тему есть. Естественно, Макс, поскольку он не говорит по-русски, то он начал искать на английском языке и на немецком, и нашел несколько репортажей западных медиа на тему Академгородка. И там они называли Академгородок Силиконовым лесом по аналогии с Силиконовой долиной, потому что там большое сосредоточение IT-компаний, да, и ведущей разработки. И поэтому вот как-то так закрепилось именно в западных медиа за Академгородком название Силиконовый лес вот так мы и назвали. Круто. Макс, скажите, почему вам стало интересно вот сделать именно постановку по Академгородку? Плесел, why have you become interested to do a piece about Академгородок? Академгородок is a perfect example for a great vision, for something that is of universal interest, because people in the 50s had a big dream for human kind, not just for Russia. Академгородок – это пример, замечательный пример некого визионерства, да, большой мечты, которые люди в советское время, правительство, да, того времени имело о построении идеального города научного и науки инноваций. Я так понимаю, спектакль находится еще вот только в подготовке, то есть он создается. Я предлагаю немножко над идеей поговорить и о том, что вы хотите сделать, но сделать это после перерыва, посмотрим новости, потом вернемся. Мы возвращаемся обратно в студию, обсуждаем проект Академгородок «Силиконовый лес». Я напомню, у нас в гостях Мария Питкова и Макс Шумахер. Давайте перейдем, ну, вот уже к сюжету такому полномасштабному. Какая идея есть и какая концепция? Кто мне сможет ответить на этот вопрос? Я уже даже не знаю теперь. Ну хорошо, давайте сначала спросим Макса. The question is if we have already a general concept, the general idea of the piece? Yes, we have a general idea of a machine asking the dancers and the actors and the audience to be part of an experiment. So the entire show is a laboratory situation, because Академгородок, by the end of the day, is many laboratories. Да, у нас есть уже общая идея, мы хотим поставить большой эксперимент. То есть некая машина из будущего разговаривает с танцовщиками, с актерами, которые работают на сцене и заставлять их участвовать в эксперименте, объектом которого является развитие Академгородка. Скажем так, с самого начала до наших дней и в будущее. Да, а зрители, они становятся участниками этого эксперимента и могут в процессе даже какие-то параметры менять и влиять на развитие городка. Вот да, я слышал, что будут какие-то интерактивные моменты, а уже есть какие-то, может быть, идеи по поводу того, что это будет, как это будет, в какой момент? Мы хотим, чтобы у зрителей была возможность при помощи смартфонов какие-то данные вводить в программу этой машины и таким образом менять ход истории. Но вот я хочу здесь к слову сказать, что это на самом деле не первый пример, когда Макс использует смартфоны и зрителей в спектаклях. То есть это очень часто происходит, когда люди используют свои смартфоны, получают либо какую-то информацию о спектакле, либо голосуют за то или иное развитие событий. Вот это мы тоже хотим попробовать. Да, обычно в театре зрителям рекомендуют выключить мобильные телефоны, использование их запрещено, а в нашем театре им как раз говорят, включите свои телефоны и используйте их во время спектакля. Такой театр мне нравится, в такой театр я пойду. А какие истории собираются сейчас для Академгородка? Вообще нас интересует весь спектр истории. Прежде всего мы разговариваем с ведущими учеными, причем интересны не только ученые, которые ветераны, так сказать, Академгородка, которые работали там еще в 60-70-е годы, но и те, которые сейчас работают, а также люди, которые составляют настоящее и будущее Академгородка, а это представители IT-компаний, стартапов, в особенности те, которые активны в Академгородке, которые как-то хотят изменить то, чем он является, повлиять на его развитие в будущем. То есть мы разговариваем в том числе и со многими представителями IT-индустрии. А что интересует именно Макса? Макса. What interests you especially? Which people do you like to meet in Академгородок? We'd like to meet, and we already did, and we will meet the very old first-generation scientists and the very young scientists who are not scientists, but who went into IT. Да, в принципе, то же самое он сказал. То есть мы встречаем как очень старых ученых, так и очень молодых ученых, которые не стали учеными, а пошли в программисты. Ну а, скажем, есть уже какие-то истории, что-то с кем-то общались уже по этому поводу? If you have already some stories, did you meet already some people? I mean, it's fascinating to see the enthusiasm of the first-generation people, who said that the 60s were the best time in their life. Очень здорово, очень интересно почувствовать тот энтузиазм, с которым нам старички Академа рассказывали о своей работе и как они до сих пор просто горят вот этим делом, они живут этим делом. Многие из них сказали о том, что 60-е годы были самым лучшим временем вообще в их всей жизни, потому что люди настолько жили вот этой идеей Академа. And it makes you wonder, why so many people emigrate either from science or even from Russia. И в этом плане действительно очень странно, почему так много людей уезжают. Либо они в переносном смысле emigriруют, то есть они уходят из науки и идут в индустрию, в IT, в бизнес, либо они физически уезжают из России. Мы разговаривали тоже с несколькими представителями молодого поколения, ученых и программистов, и они все, конечно, говорят, нужно уезжать поскорее, делать ноги. Но все-таки есть цель, есть задача показать Академгородок в своем формате, но при этом я как вначале удивлялся Стив Джобс и Байконур, и сейчас удивляюсь Академгородок, как это все можно станцевать? Что можно станцевать вот отсюда? Ну, на самом деле, когда возникает такой вопрос, как это можно станцевать, он возникает у людей, которые не знакомы современным танцам. То есть современный танец – это же не пантомима. То есть если мне нужно там показать дерево, например, то я не стою вот так вот, как дерево. Современный танец, он работает на более абстрактных уровнях. То есть прежде всего я работаю с восприятием определенных феноменов или объектов мной. То есть если дерево у меня вызывает, например, дрожь, то чтобы показать дерево, я могу просто подражать на сцене. Или если оно у меня вызывает способность как-то пластически двигаться, то вот это будет мой образ дерева. А поскольку я хореограф, то на сцену, соответственно, идут то, как я воспринимаю эти явления. Поэтому для того, чтобы показать определенные моменты, не нужно обязательно пластически как-то именно показывать их визуальный образ. Я могу работать с восприятием как своим этого момента. Так скажем, подсознание какое-то? Ну не то, что подсознание, но более как абстрактное. Да, то есть так и я могу думать о том, как воспринимали определенные люди данный феномен или данный образ, или данный объект. Точно так же я могу поговорить с ученым о том, как они воспринимали, как они чувствовали. Макс, когда были в Германии и слышали про Академгородок, и когда приехали в Академгородок, совпали ли ожидания с впечатлениями? Когда ты был в Германии, и ты был готов к себе, чтобы идти в Академгородок, ты получил определенный вид, и теперь ты здесь. Были ожидания с тем, что ты увидел? Да и нет. Я не был. Да и нет. Да, в принципе, и да, и нет, потому что, как и ожидал, я увидел многие вещи, объекты родом из 60-х. Для меня это было очень типичное имя, чтобы иметь 60-х строительство с современной технологией, когда мы пошли в Нуклеар-физикацию, институт с партикал-экселератом, который выглядит вот так. И это самый лучший в мире, но строительство может быть не больше. Да, то есть, когда мы, например, пошли в институт ядерной физики, было неожиданностью увидеть, что вот это здание 60-х годов буквально напичкано самой последней техникой, самыми передовыми разработками в области квантовой физики, физики частиц. Мы видели ускорители частиц, которые выглядят как вот этот стол, как Макс показал. И вот это был, конечно, контраст. Будет ли показываться спектакль, постановка в России, в Новосибирске, ну и в Академгородке в частности? Конечно, очень хотелось бы. Мы с самого начала планировали показы в России, но, к сожалению, немецкие фонды, они не плачивают показы в России. Им интересно только то, что мы показываем в Германии. Поэтому у нас запланирован тур по Германии, а на показы в России мы сейчас ищем финансирование, ищем спонсоров. Поэтому если есть какие-то лица, готовые нас поддержать и привести постановку в Новосибирск Академгородок, мы были бы очень благодарны. Итак, сегодня у нас в гостях были Мария Питкова, хореограф, танцовщица, и Макс Шумахер, режиссер мультимедиа театра «Посттеатр». А обсуждали мы постановку Академгородок «Силиконовый лес». Спасибо вам большое и удачи вам. Спасибо. Спасибо.